Всем привет, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим про то, как сильно сэкономить на доставке с новой почтой. Вы знаете эту компанию, навряд ли есть хотя бы один украинец, который о ней не слышал. Возможно, у вас есть свой интернет-магазинчик, как у меня, возможно, вы торгуете с LX, как это я также делаю, и вы должны доставлять своим покупателям товары, и не всегда они довольны. Вот буквально недавно мне пришел один очень недовольный отзыв о новой почте, об их услугах, об их дороговизне, очевидно. Мы сегодня поговорим, что же можно сделать, чтобы сэкономить на доставке. Ну и так, во-первых, естественно, нас интересуют габариты груза. Мы прекрасно понимаем, если мы вникали уже в новую почту, а если не вникали, то вот важный совет, что новая почта берет не только за вес, но и за размеры. У них есть такое понятие, как объемный вес. К примеру, даже если какой-то товар будет весить всего лишь 100 грамм, но он будет иметь определенный объем, не очень маленький, то он будет стоить прилично. Итак, первое, что нам нужно, это сделать нашу упаковку как можно меньше. Второе, нам важно посмотреть, если у нас подходящая упаковка или если у нас товар, который не нуждается в упаковке. К примеру, я доставлял футляры не так давно, сейчас я вам их покажу. Эти футляры для очков, естественно, не нуждаются в какой-то особой упаковке. Я их положил в пупырчатую, пупырчатый целлофан, как его называют, пупырку. И, естественно, футляр это тот товар, который сам служит как защита от ударов. Он гораздо прочнее любой коробки. Поэтому в целлофане, таком пупырчатом, противоударном, его прекрасно можно пересылать. И покупатель попросил, чтобы я упаковал это как можно дешевле, чтобы с него меньше взяли за доставку. Он надеется, что с него возьмут 30 гривен за вот два таких маленьких футляра, но с него взяли все-таки 37. И что еще важно, если бы я не отказался у оператора новой почты от доупакования, они бы еще доупаковали, взяли бы с него еще за коробку и взяли бы еще за объем этой коробки, очевидно. И это могло выйти уже за 40 гривен. За два небольших футляра по цене 34 гривны каждый. Итак, вот еще один очень важный совет. Если вы пересылаете товар, который не нуждается в упаковке дополнительной от новой почты, уделите внимание тому, чтобы отказаться от доупакования. Они так и пишут. Правда, не все операторы, может быть, нормально к этому относятся. Некоторые прямо принудительно могут вас заставлять. Но я на одном отделении уже понимаю, какой оператор просто нормально напишет отказ от доупакования, а какой оператор будет требовать доупаковать, что это, мол, необходимо. Хотя, ну, объективно необходимости нет. Это выглядит просто как новая почта хочет заставить нас купить у них коробку и купить стоимость перевозки еще этой коробки. К примеру, вот я пересылал гирлянды. Актуальный товар. В данное время года, кстати. И, естественно, у гирлянд есть своя коробочка. Они в ней приходят, в этой коробочке. В принципе, пришли ко мне. И если запаковать их тоже в пупырчатый целлофан, то никакой необходимости объективно нет. Если, конечно, они будут бутсать ногами или бросать на новой почте этот товар, ну, понятно, что там и коробка может не помочь. Но гирлянды не бьющиеся, то есть светодиодные хорошие гирлянды, или же с лампочками тоже самое не бьющимися, то, в принципе, там дополнительная коробка, ну, едва ли что-то сделает. Ну, конечно, если покупатель согласен платить для того, чтобы уже перестраховаться уже максимально, то, конечно, можно отправить ему в этой дополнительной коробке одной почте. Но если не согласен, то можно даже взять свою коробку и выложить в нее гирлянды, если покупателю абсолютно непринципиально иметь гирлянду на каждую коробку и отправить в одной прочной коробке из толстого картона, очень прочного, но тогда, опять же, на новой почте могут придраться и сказать, что у вас коробка самодельная, то есть если вы самостоятельно ее урезаете, вы знаете, что это иногда полезно делать, чтобы уменьшить объем, а еще раз повторюсь, объем это деньги за пересылку на новой почте. Так вот, если у вас коробка самодельная, я могу сказать, ее надо стретчем обмотать, и за эту пленочку стретч сейчас возьму 10 гривен. Поэтому учитывайте это. Если я, к примеру, отправлял вот такую лампу, и эта лампа из-за диаметра абажура, она влазит только в коробку новой почты на 3 килограмма. 3 килограмма у них стоит прилично отправляется, там около 50 гривен, то есть тоже очень нелогично. Имеет смысл заранее взять коробку, что я и сделал вот недавно, и свою небольшую коробку, и паковать в ней лампу, и отправить, и тогда она будет значительно дешевле. Если же вы возьмете большую коробку и попробуете ее урезать, то учтите, опять же, что сверху с вас новая почта возьмет еще за упаковку стретчем, потому что они говорят, мол, они проверяют товар на допустимость к отправлению, и вот абсолютно нормальная коробка, но урезанная, они скажут, скорее всего, нет, вам надо еще стретчем ее обмотать, и, соответственно, тому, кто платит за пересылку, нужно еще доплатить за стретч. Итак, основные выводы. Старайтесь желательно брать свои коробки, старайтесь брать коробки минимального размера для того, чтобы товар влез, но это естественно и логично, и помните о том, что если вы урезаете коробку, то просчитайте, имеет ли это смысл, так как, скорее всего, вас заставят еще, или того, кто платит за пересылку, пересылку заставят еще заплатить за стретч, и, может быть, вся ваша работа по урезке будет совершенно напрасной. Но это не касается больших коробок, где вы их урезаете в два раза, и вы там экономите 10-15 килограмм на пересылке, это естественно, не касается таких коробок, речь идет о более маленьких, где вы хотите сэкономить килограмм на пересылке, а в итоге с вас берут за стретч, и то же самое выходит. Ну, и последняя очень интересная вещь, возможно, при доставке с OLX, это доставка определенных категорий товаров, которые стоят значительно дешевле. К примеру, если вы отправляете товары из категории «Детский мир», автозапчасти и аксессуары, это будет стоить значительно дешевле, ну, к примеру, в два раза. Где-то на OLX даже была реклама этого, она не всегда выводится на экран, но недавно я увидел эту рекламу, и действительно гораздо дешевле. Ну, к примеру, вот дневные ходовые огни. Если и раньше они стоили маленькой такой совсем коробочке, естественно, ну, 30 с чем-то гривен отправка примерно была, совсем такие небольшие, то сейчас отправка стоит 16 гривен. Ну, то есть в два раза действительно дешевле, это очень удобно. Но помните, что за наложенный платеж еще надо будет доплатить гривен, ну, примерно 24-25, ну, если сумма больше, то еще больше. Поэтому учитывайте это, и имеет смысл это заранее обговаривать с клиентами, с покупателями, особенно если вы, ведь, отправляете наложенным платежом, то, чтобы не получилось, что покупатель увидит, что, ой, столько платит за пересылку и за наложенный платеж, откажусь-ка я лучше от этой покупки. Итак, не забывайте, что если вы отправляете, у вас есть объявление на OLX, и вы пользуетесь услугой доставки, то если вы укажете правильную категорию, если вы отправляете товар в этой категории, то вы значительно сэкономите. Но, соответственно, если вы отправляете без OLX, и хотите воспользоваться этой акцией, пока она есть, смысл зарегистрироваться на OLX, я сразу скажу, не являюсь абсолютно рекламным агентством OLX, у меня есть к ним некоторые, скажем так, вопросы, и не во всем я абсолютно ими доволен, о чем я говорил в своих предыдущих видео, можете посмотреть, что-то полезное для себя взять, предостеречь себя от ошибок сможете, я думаю, благодаря этим видео, или, по крайней мере, знают, на что рассчитывать при работе с OLX, но я думаю, ради того, чтобы экономить 50% на доставке, можно и зарегистрироваться, и дать объявление на OLX, и через доставку с OLX экономить значительно на доставке, экономить для своих клиентов, соответственно, вы получите довольных покупателей, скажем так, которые будут рады тому, что они значительно сэкономили при покупках у вас. Надеюсь, это видео было хоть чем-то вам полезным, если вы это и так знали хорошо, не спешите ставить дислайки, не спешите ставить «не не нравится», потому что, поверьте, не все такие умные, как вы, для кого-то это, возможно, было новым чем-то, кто-то, возможно, не так вникал в способы сэкономить на новой почте, поэтому буду благодарен вам за позитивные отзывы, за лайки и за подписочку. Всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok